здравствуйте друзья сегодня опять речь пойдет об акварели я расскажу в прошлом видео я рассказывал как сделать заливки по сырому сегодня я расскажу как сделать ровную хорошую заливку по сухому и что такое лисировки покажу как это делается на чем и раскрою все секреты итак поехали для этого нам понадобится хлопковая бумага в принципе подойдет любая бумага для этого нам понадобится бумага в данном случае виндзен ньютон стопроцентный хлопок берем бумагу берем обычный малярный скотч и прикрепляем бумагу по периметру планшету сначала я покажу типичные ошибки которые возникают при заливке такие бывают убираем краску данном случае не имеет значения какие краски но я в данном видео набираю еще кобальт синий и розовый замешиваю частая ошибка ни в коем случае всегда пользуйтесь палитры потому что иногда бывает набирают я сейчас даже покажу набирают краску до сразу из палитры наносит ее на бумагу и за счет того что краска густая она сразу впитывается в бумагу поэтому у вас получатся жесткие мазки от которых от которых нам лучше уходить поэтому всегда размешивайте на палитре участвую я просто сделал быстро у меня сейчас еще краска не успела впитаться но я специально сейчас какое-то время подождем все в режиме реального времени поэтому вообще акварель то быстрой техника да и пока вы допустим допустим замешиваете какой-то другой цвет какое-то время там проходит у вас краска на листе впитывается в бумагу сколько сейчас прошло там минуту допустим да вы начинаете рисовать дальше и вот этот вот переход вот здесь бумага краска она уже в бумагу впиталась и вот с этим вот сделать уже ничего нельзя причем если подождать какое-то время вот сейчас если краска высохнет вот здесь такой же будет переход его когда вы начнете его продолжать то у вас этот переход у расстанется и сейчас в данном моменте что происходит где-то краска уже начинает подсыхать если я сейчас капну то вода начнет разгонять краску по листу и пытаясь пытаясь до сделать ровную какую-то заливку у вас равно получится пятнами потому что здесь уже бумага подсохла да здесь еще воды много и сейчас вот здесь вот видно как вода размывает пигмент и у вас ничего не получится вы не сможете сделать ровную заливку вот здесь уже краска впиталась в бумагу и ее оттуда ну уже ничего нельзя сделать да я даже сейчас специально подмоем и промахну салфеткой видите вот что значит набирать краску сразу с кюветы она впиталась в лист и вот с этим краем уже ничего не сделаешь поэтому всегда сначала разбавляйте краску на палитре с водой потом наносить ее на лист еще раз где-то краска уже начинает подсыхать бумага где-то еще влаги много влага пока у вас влага вместе с пигментом она ведет высыхает скажем так своими естественными процессами и вот здесь допустим видите у вас влага пытается проникнуть на подсохшую бумагу и подмывает пигмент если мы добавим то мы усугубим этот процесс и сделать ровно потом залить опять уже у нас получится все пятнами как этого избежать берем новый лист желательно его смочить вот но даже если не делать даже если не делать я его сейчас специально промокну на смоченном листе у вас понятно что краска поплывет по смоченной бумаге но если вам нужно если вам не нужно чтобы у вас заливка была по всему листу соответственно мочите только ту часть которая вам нужна если у вас допустим небо на половине листа можете только половину листа соответственно пигмент будет распределяться только на половине листа вот но это опять же больше техника по сырому я специально сейчас подсушиваю лист и начинаем заливать первое что вам нужно сделать для чего нам нужен планшет вам нужно чтобы у вас бумага была немножко под уклоном поэтому я под планшет вставляю коробку с салфетками видно да у меня бумага сейчас немножко под наклоном начинаем делать заливку нашу вот я допустим да начал делать и что у меня сейчас происходит за счет того что у меня бумага немножко под наклоном у меня вот здесь вот внизу скапливается влага и вот эта влага она не дает она замедляет процесс впитывания пигмента в бумагу я могу ее оставить на какое-то короткое время ненадолго но минуту там на 2 запросто после этого я просто продолжаю этот процесс и у меня фактически видите вот вот это вот перехода он он сам заметен но не так таким макаром я могу сделать достаточно ровную заливку на листе если чувствуете что у вас пигмент папа поехал сильно вниз а вам допустим надо чтобы он был к верху переворачиваете лист и у вас влага вместе с пигментом у вас потихонечку будет двигаться в этом направлении дальше сделали страны как бы полоски они немножко видны но высушиваем я сейчас феном полностью высушил лист то есть он меня прям бумага совсем совсем сухая и после этого в чем прелесть хлопка да вот так раз к которой вот первый слой который я нанес на бумагу он впитался в бумагу и он уже не смываем я беру кисточку намачиваю и и и видите у меня фигмент он не смывается если его долго тереть то какое-то количество краски естественно мы снимем кистью вот но вот это понятие бумага держит слои или нет то есть при намачивании то есть при при высыхании мы нанесли краску она впиталась бумагу после этого мы можем мочить весь лист у нас бумага не отпускает впитавшийся пигмент после этого мы можем брать любой другой цвет например берем оранжевый кармин оранжевый данном случае да допустим и тонким слоем наносим поверх того слоя который у нас есть мы наносим другой цвет вот это называется лисировка тончайшие слои которые накладываются друг на друга вот мы нанесли допустим у нас был скажем так такой приятно холодный цвет мы решили его сделать теплым нанесли поверх нанесли теплый цвет после этого мы можем высушить лист и нанести поверх еще один слой причем я сейчас покажу вот я сейчас высушу и специально каким-нибудь еще там ну допустим не знаю это допустим опять синим холодным сверху вот смотрите сейчас выслушивая важный момент лисировки надо делать на хорошо просушенной бумаге то есть вы нижние слои должны как следует высушить если вы это попытайтесь сделать на недосушной бумаге как и проверить вы когда запястьем трогаете бумагу она не должна быть прохладной то есть бумага должна быть полностью высушена до конца я высушиваю и вот у нас получился такой сложный цвет да у нас фиолетовых практически холодный переходит в теплый если вы сейчас видите что до высушивания краски были намного ярче бумага подъедает порядка разной бумаги по разному где-то 15-20 процентов пигмента бумага подъедает поэтому если вы высушили чувствуете что вам не хватает вам хочется поярче нет проблем берете и сверху можно нанести еще один слой поярче после этого опять подсушиваем лист а а а подсушили посмотрели если все устраивается начинаем дальше рисовать если чего-то не хватает не хватает мне допустим красненького нет проблем добавляем красненького или любой цвет здесь просто надо понимать какой цвет дружит с каким и чтобы у вас не получилось грязь в итоге надо аккуратно с этим действует но по большому счету вот здесь у нас уже идет четвертый слой и треть вот у нас фактически четыре слоя друг на друг вот это называется лессировка тончайшими слоями мы распределяем одну краску на другой за счет того что нижний нижние нижняя краска просвечивается через верную через верхние слои получаются очень интересные вот такие оттенки и не обязательно смешивать сразу допустим несколько красок пытался делать до лессировкой вы сделаете это намного аккуратней и лучше потому что вот этими слоями вы контролируете и тон и интенсивность цвета самого поэтому можно достигать фактически любых эффектов надеюсь мое видео было полезным в следующем видео расскажу как сделать красивые облака спасибо за внимание